Рано или поздно каждому самокатчику надоедает кататься на одном и том же комплите. Либо он его прокачивает новыми деталями, либо он собирает себе новый кастомный самокат. И в том и другом случае можно совершить очень большие ошибки. И сегодня мы про них поговорим. В общем, топ-5 ошибок при сборке нового кастома. Самый большой и обидный косяк, это, конечно же, несовместимые детали. К примеру, ты купил себе алюминиевый руль под ахик-систему, ну а вилка у тебя под хик. И ты просто не сможешь на один самокат поставить эту вилку и этот руль. Ну, конечно, только если поставишь СКС. А скорее всего, это не то, что ты хотел. Ну и еще такая неприятная ситуация, это то, что не все вилки поддерживают 120 размеры колес. К примеру, у меня вилка рейси, она не поддерживает 120 колес. Ну или дека пандемониум. Она тоже не поддерживает 120 колес. Просто когда ты прокручиваешь руль, то колесо задевает шею деки. Вторая ошибка. Это неподвиждающая для тебя деталь. Ну, с рулем это самая популярная ошибка. Все рули поддаются в большом размере, то есть универсально. Чтобы всем ребятам подходило. Тем, кто высокий и тем, кто низкий. Ну, а для тех, кто этот руль не подходит, пусть его подпилят. Ну и некоторые ребята жалеют его и думают, что вот, пусть мне будет на вырост. Потом вырасту и мне будет удобно на нем кататься. Так, ребята, делать не нужно. Нужно сразу подпилить руль под себя, в высоту и по ширине. Так, чтобы вам было удобно. Ну и с декой тут то же самое. То есть для меня удобно кататься на деке в длину 47 сантиметров в парке. Ну а у кого-то ноги побольше. Им удобнее кататься на деке 49 сантиметров в длину. И еще одна ошибка, популярная у новичков, это когда они приходят, собирают себе кастом в какой-нибудь скутер-шоп. И говорят, вот можете мне посоветовать деку. И говорят, вам куда? В парк или в стрит? Но они не понимают, что это. Они впервые это слышат. Но они понимают, что в парке я ни разу не катался. И буду кататься на улице. Так что говорят, ну мне в стрит. И понимаете, ребята, стрит это не катание на улице. Это набор трюков в стрит. Когда ты делаешь разные скольжения, большие дропы. И для этого нужны очень тяжелые и крепкие деки. Ну а новичку нужно научиться всего лишь базу. А делать свою первую базу на очень тяжелом самокате будет не так просто. Так что лучше купить себе сначала легкий парковый самокат. Научиться делать базу, хорошо себя чувствовать на самокате. Ну а потом уже покупать, как ты думаешь. То есть, либо ты хочешь пойти кататься в стрит, либо ты хочешь пойти кататься в парк. Ну и ошибка под номером три. Это косяки с пропилом. Пропилы бывают на всех системах, кроме СКС. Так вот. И многие ребята боятся делать этот пропил большим, думая, что так вот быстрее ставится руль. Но бояться, ребята, не нужно. Нужно делать пропил, чтобы немножко он уходил за зажим. Видите? У меня он немножко выпирает за зажим. Так и должно быть. Так вот. Ну а некоторые ребята еще делают вот здесь вот зачем-то отверстие. Думая, что это как-то, чтобы трески не пошли вот туда. В общем, это какая-то херня. Так делают ребята не нужно. Только больше будет тресок. И руль еще быстрее снапнется. Ну и еще многие ребята задумываются с таким вопросом. Где делать пропил? Сбоку или сзади? Ребята, здесь без разницы. Главное не сперить. Что это ошибка? Это косяки при сборке самоката. К примеру, очень популярная ошибка, это когда ребята забывают что-то поставить в самокат. К примеру, многие ребята забывают поставить кольцо антилюфта. Это вот такое вот маленькое колечко с пропилом. И если вы поставите это маленькое колечко, то у вас будет очень большая проблема. У вас будет очень сильно шататься руль. Но это не очень приятно. Так что ребята, никогда не забывайте поставить это кольцо антилюфта. Так вот, следующая ошибка, это если у вас маленький зажим, то ставьте его так, чтобы он закрывал и колбу, и вилку. А я поставила слишком высоко, и в итоге он сжал мне колбу, и она у меня погнулась. Пришлось покупать новую. Так вот, и еще одна ошибка при сборке самоката. Это лучше ставьте гайку со стороны пят. Тогда вам будет очень легко снимать колесо. Из-за того, что когда вы делаете фибу, то у вас с ним сминается этот дроп. И чтобы вам достать колесо, вам нужно раскрутить оську. А она зажата, ее неудобно там вытащить. Ну а гайка как раз должна быть зажатой. Тогда легче достать оську. Так что, ребята, всегда ставьте гайку со стороны пят. Пятое место, это косяки со шкуркой. Но это уже так, косметически. То есть, смотрите. Первая ошибка со шкуркой, это когда вы вот наклеили шкурку, и не нужно сразу все обрезать ножом. Если вы сразу обрежете, то у вас будут некрасивые края. Нужно сначала провестись отверткой. Вот по всем тут краям. И тогда только можно обрезать. Тогда у вас будет красивая шкурка по краям. Вторая ошибка, если вы наклеиваете прозрачную шкурку, то нужно протереть абсолютно все пылинки на деке. А то, если вы их не протрете, то потом появятся очень некрасивые пузыри на шкурке. Так что это будет не очень красиво выглядеть. Но еще, если вы катаетесь с тормозом, то никогда не заклеивайте болт, ну как бы, болт тормоза. Если вы его заклеите, то вам, во-первых, потом будет неудобно его раскручивать и закручивать. В общем, надеюсь, вы узнали все косяки при сборке самоката. Надеюсь, вы всегда спокойно будете собирать кастом, нормально, без каких-либо ошибок. Всем удачи, прорезы. Пока-пока.